В режиме ожидания. Дольщики жилого комплекса «Фэмили» в Каспийске вложились в строительство. Все сроки прошли, но люди не получили ни ключей от квартир, ни ответа, когда обязательства перед ними будут выполнены. И сегодня с жильцами встретился глава республики Сергей Меликов. Когда люди смогут отметить долгожданное новоселье, расскажет Хадежат Мазгарова. И снова дольщики жилищного комплекса «Фэмили». Тема опять в центре внимания. Глава республики Сергей Меликов приехал проверить, как застройщик выполняет взятые на себя обязательства. Летом прошлого года жильцы обратились к руководству республики за помощью. В силу разных обстоятельств более 300 владельцев квартиры еще не получили ключи. С ними сегодня и встретился глава республики. Мы, положа руку на сельско, желали бы, чтобы городской баланс, чтобы хоть включили по всем договорам, как все там указано. Корпус построен, все коммуникации подключены, готовы и подъезды. Так в чем же дело? Нет акта приемки законченного строительства. Специалисты Минстроя не могут его выдать, пока дом не будет соответствовать проекту. Дело в том, что застройщик решил добавить мансарду и подвальные помещения. Сначала это был 12-этажный дом. Считаем, сколько этажей? 12. Но когда этот 12-этажный дом строили, на мансарде уже предусмотрели окна, уже предусмотрели потолки в 3 метра. Но тогда этого не разрешали. Разрешили 12 этажей построить, да? Вот он построил 12 этажей, плюс возвел мансарду, которая была чердаком. А теперь мы из этого чердака решили еще сделать квартиры дополнительные. А вы подождете, пока я сейчас изменю проект, пока я нарублю квартир. Несоответствие заявленному проекту и стало причиной затянутых сроков сдачи. Решения проблемы есть, и их даже два. Об этом говорит министр строительства республики Артур Сулейманов. Проект нести изменения, привести его в соответствии с тем, что здесь сегодня фактически, тогда мы его принимаем. Либо второе, это сделать те решения, которые в проекте есть, но по факту их нет. То есть перегородки в подвале и на чердачном этаже привести в соответствии с тем, что это решение. Застройщик заверяет, что в течение трех месяцев бумаги будут соответствовать реальному положению дел. В течение трех месяцев мы завершим все эти перегородки. То есть в октябре у нас было два месяца, да? Теперь у нас февраль, в течение трех месяцев мы завершим перегородку. Уставшие ждать пающики, кажется, согласны на любой из вариантов. Только бы быстрее, ведь многие из них живут на съемных квартирах. В связи с этим достройщикам дали эти три месяца, чтобы привести строение в соответствии с требованиями закона. Хадижат Мазгарова, Саид Кутеев, Время новостей. Хадижат Мазгарова, Саид Кутеев